До тысячи человек в день потери украинской армии. Об этом заявил американскому изданию Арахами. Колбаса Шольц, торт Макрон, а также макароны Драги, во всяком случае их так называют некоторые представители МИДа Украины, прибыли в Киев. А Владимир Зеленский получил приглашение выступить, пардон, участвовать в встрече G7 и саммите НАТО. Донецко-Луганское направление, даже Залужный всплыл на этом направлении, во всяком случае прокомментировал то, что происходит. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины не только, 16 июня 10.00. И начну я с трагического, если так это можно назвать, аукциона. Потому что, как вы помните, сначала Зеленский озвучивал цифру 60-100 человек в день. Потом появилась цифра 100-200 человек в день. Американский военный чиновник Мили также сказал, что вот наиболее вероятная цифра, отвечающая возможной реальности, это 200 человек в день. И вот Арахамия уже заявил от 1000 человек, до 1000 человек в день потерь украинской армии. И вот, согласно утверждению Арахамии, опубликованного ВАЙКОС, ежедневно на Донбассе гибнет или получают ранения до 1000 украинских солдат. Из них в среднем от 200 до 500 убитых, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. О чем говорят эти трагические цифры? Как вы видите, они трансформировались в заявлениях Зеленского от 60 до 100 человек, уже в заявления Арахамии, до 500 фактически погибших каждый день. Касаемо цифр, так это или не так, тоже вопрос остается открытым. Но тем не менее, даже вот эти приведенные данные говорят об успешной по факту тактике российской армии в виде мощных огневых атак артиллерии, авиации и минимального использования непосредственно армии. И опять же, это подтверждает слова украинских чиновников о том, что большинство погибает от российской артиллерии. И поэтому, вероятно, вынуждена украинская армия скрываться в городах. О чем также заявил Подоляк, что вот это и есть такая тактика, чтобы попытаться заманить российские войска в города. Именно поэтому, исходя из того, что превосходство российской артиллерии где-то в 5, где-то даже в 20 раз выше, чем украинской, естественно, слышатся сейчас крики украинских чиновников. Быстрее дайте нам вооружение, РСЗО, артиллерию, да. И различные заявления украинских чиновников о болезненных потерях в СУ. Ну, а здесь достаточно интересная ситуация. Дело в том, что даже если передадут то количество вооружений, которое обещают, и даже если оно в полном объеме сможет доехать до передовой, то по факту это все равно ничего не решает, потому что соотношение математическое может быть чуть-чуть изменится, но не настолько прям, чтобы решающее. А еще учитывать нужно тот факт, что количество, опять же, желающих воевать за Зеленского все меньше. Обученных кадров тоже все меньше. А подготовленная армия, как вы видите, тает прям с каждым днем. Ну и, конечно же, то, что Россия может задействовать более решительные и тяжелые виды вооружений в случае, опять же, эскалации конфликта. В итоге те же поставки только вызовут еще больше разрушения в Украине, еще больше жертвы. Некоторые говорят, вот Россия, дескать, почему нету багдадского сценария, да, когда массированы там бомбардировки, бомбардировщики. Но я думаю, что в концепции, включая концепции «Один народ», думаю, как-то это действительно понятно, почему нет. И сейчас мы в большей степени видим точечные удары по некоторым объектам, а не массированные удары в стиле «Буря в пустыне». Ну и результативность вот таких вот артиллерийских, вроде бы не очень быстрых продвижений, как считают некоторые, подтверждают слова Зеленского, Арахами и других украинских чиновников. И мантра, опять же, Арестовичей и Иже с ними о том, что вот если передадут тяжелые виды вооружения, да еще если будет проведена мобилизация, ну, скорее всего, что остаются мантрами. Потому что даже математическое соотношение сил, особенно в огневой мощи, существенно не изменится в пользу Украины. И вот в контексте боевых действий приезжают в Киев Макрон, Шольц и Драги. Их обидными словами некоторые так называемые патриоты называют, называли и, наверное, будут называть, потому что они предполагают, что они будут сейчас склонять в Киеве Зеленского к подписанию неких договоренностей. Или же будут настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта. И несмотря на их воинствующее заявление для, прежде всего, за океанье. Но статистика исследований в той же Германии, социологическая, показывает интересную картину. И прежде чем продолжить, друзья, важное объявление, обязательно подписываемся на мой телеграм-канал, потому что здесь разбул свободу и слово и демократии. Так вот, согласно германской социологии, 68% немцев не согласны с критикой в адрес Шольца из-за промедлений в поставках оружия Украине. Свидетельствуют результаты опроса Института Германии, который публикует Немецкая волна. Также 68% считают, что конфликт в Украине может закончиться лишь через дипломатию. Военный путь поддерживают только 25%. А 83% опрошенных немцев выступают за продление для диалога с Путиным. И лишь 14% против. И в целом опрос коррелирует с тем, что проводил Евросоюз. То есть позиция граждан Евросоюза примерно понятна. А учитывая какой кризис энергетический и продовольственный надвигается на мир и на Европу, то с осени эти проценты могут существенно увеличиться. И поэтому как бы и Шольц, и Макрон, и Драги, конечно же, будут пытаться искать решение для того, чтобы побыстрее этот конфликт закончился. И несмотря сейчас на различные воинствующие заявления, ну так надо для определенного мейнстрима. Все-таки передача вооружений в точечных количествах, опять же. Ну а в общем, все-таки будут попытки как можно быстрее решить этот вопрос. Во всяком случае, будут стараться некоторые европейские политики в дипломатическом ключе. Ну а сейчас переходим к противоположной стороне к дипломатии, а именно к фронтовым сводкам. И здесь интересным образом всплыл Залужный со своими комментариями. То есть это практически впервые, но это еще раз подтверждает о том, что есть, скорее всего, что некое противостояние между офисом Зеленского и Генштабом. И Залужный просто о себе напомнил. Но в этом заявлении Залужного много становится понятно, что происходит на Донецко-Луганском направлении. Итак, российская армия пытается атаковать. Пытается атаковать Луганщину одновременно на девяти направлениях. В том числе с севера на юг в направлении Изюм-Славянск. То есть пытается, вот фразу если убрать, то сразу становится все понятно. То есть атакует фактически Луганщину одновременно на девяти направлениях. Российская Федерация применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию. По словам Залужного, Северодонецк это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Продолжается ожесточенная борьба. Северодонецк ключевая точка. Я думаю, что весьма интересная информация. Учитывая то, что на Азоте сейчас засели последние группировки ВСУ, где вероятно немаленькая часть это иностранные наемники. И с падением, так же как Азот Стали, ситуация на этом направлении существенно сразу же изменится. Это подтверждает Залужный. Иностранные же наемники, возможно, боятся сдаваться по причине того, что вы помните, их по братымым, так называемым, вынесли смертный приговор. Их, возможно, может ждать то же самое. Ну а в остальных своих сообщениях Генштаб ВСУ остается верен традиции различным формулировкам. Идут штурмовые действия по нескольким направлениям. Ну и особенно отмечается, конечно же, Славянск и ряд других населенных пунктов. Их же отметил и Американский институт изучения войны. Ну а насколько эффективна тактика российской армии, мы рассмотрели в начале ролика. На этом пока все. Обязательно подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет. Идем. Идем. Продолжение следует...